Олег Тихомиров. Иохим Лис, детектив с дрипломом. По мотивам детской сказочной повести Ингеморреев, ля, Швеция. Пересказал Олег Тихомиров. Глава первая Есть на белом свете городок Елса. Лежит он в дремучих лесах, где больше всего ели и сосен. Теперь понимаете, почему его так назвали? Ел плюс и получится Елса. Проживает в нем четыреста тридцать девять жителей. 1Ну, а сейчас давайте познакомимся с Иохимом Лисом, потому что он то и есть главный герой этой невероятной истории. 1Отец Ахима был сапожником. 1Когда у старого папаши Лиса стало худо с глазами и он не мог больше продергивать драту в ушко шило, все поняли, что Иохиму наследует отцовское ремесло. 2И в самом деле, к тому времени Иохим отлично изучил все ремесленные тонкости. 9Случалось, конечно, что иной клиент, заказавший пару ботинок, получал оба ботинка на левую ногу и ни одного, на правую. 9Но ведь это все мелочи. 9По прошествии нескольких лет Иохим пришел к выводу, что работа сапожника ему совсем не по душе. 9Сидел он за столом, заваленным обрезками кожи, и мечтал, что станет когда-нибудь сыщиком, или по-ученому, детективом. 9И не просто детективом, а самым что ни на есть знаменитым. 9В конце концов в Елсе даже полицейского не было, чтобы следить за порядком на улицах. 9То есть был, конечно, полицейский, но какой! 9Много лет тому назад местный Медведь-Бур получил звание городского блестителя порядка. 9И первое время, следует признать, нес свою службу безупречно. 8Но в последние годы с ним что-то случилось, он все хуже и хуже исполнял обязанности. 9Он обрезк, обленился и круглый год спал. 1Просыпался он самый большой раз в месяц и, зевнув пару раз, переворачивался на другой бок. 9К счастью, все эти годы в Елсе царило спокойствие. 9Хотя раньше городок частенько подвергался опустошительным набегам наглого волка по кличке Куэк-Потрошитель, 9прославившегося своим умением взламывать замки и не оставлять следов. 9Но с тех пор, как старикан Клык вышел на пенсию и построил себе глубоко в лесных дебрях этакую хибару, 9серая лапа разбойника больше не ступала на улицы Елса. 9Ходили слухи, что Клык-Потрошитель на склоне лет коротает дни, играя сам с собой в подкидного дурачка. 9Как уже было сказано, ничего страшного в городе не происходило, но все же иногда случались пристрадные истории. 9Скажем, ты приглашен на обед в четверг к семи часам вечера. 9Конечно, ты начинаешь к этому готовиться. 9Извлекаешь из шкафа черный костюм, надеваешь элегантнейшую рубашку. 9Воротничок ослепительной белизны туго накрахмален. 9Беззаботно напевая песенку, представляешь себе, что хозяева угостят тебя гороховым супом и блинчиками с медом. 9Булавка от галстука обычно лежит в шкатулке на комоде, но, когда ты поднимаешь крышку, вдруг оказывается, что шкатулка пуста, абсолютно пуста. 9Ищешь повсюду, в углу возле печки, под комодом, пос креслом. 9Но булавки нет как нет. 9Согласитесь, ничто вас так не может разозлить, как то, что кто-то стянул вашу булавку для галстука. 9Именно тогда, когда надо одеваться к званому обеду в четверг к семи вечера. 1И никогда не удавалось найти объяснение загадочным происшествиям. 9В один прекрасный день Иохим Ли вдруг понял, что пора положить на полку сапожные инструменты. 9Настало время сменить профессию. 2За прошедшие годы Иохиму удалось скопить денег, и теперь он мог записаться на зоочные курсы частных детективов. 9Это было известное учебное заведение, из стен которого вышло множество прославленных детективов. 9Иохим получил по почте курс лекции и тут же принялся за кропотливое изучение. 9Уже из первой лекции он уяснил, что уважающий себя частный детектив должен тщательно заботиться о своей внешности. 8Ему нельзя выглядеть неряхой или оборванцем, но он не должен быть этаким щеголем, чтобы не бросаться в глаза. 9Иохим начал действовать. 9Он приобрел узкие брюки со складкой и строй, как бритва, завел твердый крахмальный воротничок и широкую пелерину черного бархата. 9Затем купил клетчатый пиджак и в совсем мелкую клеточку, шляпу. 9Стоя перед зеркалом, он внимательно разглядывал себя и, наконец, пришел к выводу, что выглядит теперь точь-в-точь как детектив, 9изображенный на первой странице лекции заочного курса частных детективов. 9Недоставало только монокля и трубки. 9Монокль лучше всего держать в правом глазу, очень важная деталь во внешности заправского детектива. 9Это Иохим также вычитал в лекциях. 9На крайний случай можно обойтись обыкновенными очками. 9Что касается трубки, то она должна быть по возможности крупной и с изогнутым чебуком. 9Иохим купил трубку, и монокль. 0Но заставить круглое стеклышко сидеть в глазнице бы то не так-то просто. 9Как ни грустно, пришлось заменить его очками, они крепко сидели у Иохима на длинном лисьем носу. 9Никогда прежде он не пробовал курить. 9После первой затяжки он закашлялся и ощутил во рту прескверный вкус. 9Но, раз уж в заочном курсе сказано, что следует курить трубку с изогнутым чебуком, то ничего не поделаешь. 9Затем Иохим узнал, что детективу нужно научиться бросать лассо. 9Это необходимая вещь. 9Ведь именно при помощи ловко наброшенного лассо лучше всего ловить жуликов и бандитов. 1Он подумал, что в качестве лассо он может приспособить обычную бельевую веревку, и стал с нею ежедневно упражняться. 9Всю весну Иохим, не поднимая головы, сидел за лекциями. 9Курсы находились далеко, в столице, где жил король. 9Иохим посылал туда контрольные работы и, судя по всему, делал большие успехи, так как преподаватели, проверяя его домашние задания, 9возвращали их с такими отзывами,:"Отличный вариант, великолепно!" 9Задача понята правильно и остроумно решена. 9Сапожная мастерская тем временем преобразилась в деловую контору. 9В ней теперь стояло шведское бюро, корзина для бумаг и вообще все то, что должно быть в солидной конторе. 9Но вот настал день, когда Иохим получил заказное письмо, и в нем говорилось, что он один из лучших учеников, 9окончивших заочные курсы частных детективов, и, в подтверждение этого, был приложен диплом. 9Никогда в жизни Иохим не был так счастлив и горд, как в тот момент, когда он, стоя на табуретке, приколачивал диплом к стенке. 9В тот же день он написал объявление и вывесил его у входа в дом. 1На следующее утро жители Елса могли прочитать 1- Всевозможные тайны 1Будут раскрыты быстро и дешево. 1Пользуйтесь услугами 2Иохима Лиса, дипломированного детектива. 9Глава вторая 9Но прежде чем рассказать о приключениях Иохима Лиса, нужно вас познакомить с Елсой и его обитателями. 1Въелся всего две улицы, большая и малая. 2Зато узких и темных переулков великое множество. 2Домик Иохима Лиса стоит на пригорке в конце большой улицы. 2Он весь утопает в цветущих кустах. 2На окнах горшочки с кактусами. 8А почему именно кактусы, об этом после. 2Около Иохима разместилось еще несколько крохотных домиков. 9Почти в самом центре города расположена часовая мастерская Тима-Енота. 9Это желтенький домик с высокой мачтой и флагштуком на крыше. 9Тим не поднимает на мачте флаг, поскольку флага у него нет. 2Вместо этого он сам частенько взбирался на мачту. 9Оттуда открывается прекрасный вид на весь городок. 9На другом конце большой улицы есть ателье. 9В нем сидит портной иглвиш и шьет одежду для жителей Елса. 9Сам он, конечно, не справился бы со своей работой, но ему помогают семеро домочадцев. 9На Малой улице находится единственный в городе магазинчик. 9На вывеске над дверьми выведена яркая краска и, «Бонифаци Барсук». 9Разные товары. 9Когда открываются двери магазина, звенит маленький колокольчик. 9Каждый переступивший порог ставит зонт возле бочки с селедкой справа. 9Разумеется, если у него есть зонт. 9Галоши оставляет за дверью. 9Естественно, если он в галошах. 9А шляпу держит в руке. 2Тот, кто пришел в шляпе. 9За прилавком стоит сам хозяин лавки, Бонифаци Барсук. 9С неотразимо предупредительной улыбкой он спрашивает клиента, как тот себя чувствует, хорошо ли спал. 9Затем поинтересуется, так чем я могу быть полезен? 2Может, желаете сто граммов изюма? 9- Полкруга колбасы, – отвечает клиент, – пачку трехсантиметровых гвоздей и одну желтенькую луковку. 9- Прошу покорно, – говорит лавочник и снова улыбается. 9Затем Бонифаци Барсук заворачивает все покупки в цветную бумагу. 9А клиент тем временем, размышляет, не купить ли материалов горошек на платье или брошку с красивым голубым камнем, ведь у тетки нынче день рождения. 9Обще известно, что в этой лавке можно приобрести все, что угодно. 9Брошки с голубыми камушками лавочник хранит в несгораемом шкафу в конторе. 9Но почти все остальные товары висят на крюках под потолком или лежат на полках вдоль стен. 9Иногда клиента приглашают наверх, где его принимает мадам Бибианна Барсучиха. 9На столик, покрытый скатертью в красно-белую клетку, мадам Бибианна подает кофе и вафли. 9Супруга лавочника славится своими изумительными вафлями. 9Кофе тоже хорош. 9Вам нальют одну, другую чашку, и вы незаметно для себя съедите семь вафель. 9- Может, вам еще чашечку? – спросит мадам Барсучиха. 9- А вафли? 9Что, вам так не понравились вафли? 9За столом сидят также двое маленьких барсучат. 9Их зовут Лина и Линус. 9Они то и дело роняют крошки на стол и ставят пятна на красно-белой клетчатой скатерти. 1На малой улице расположено также и почтовое отделение. 9Там сидит старый голубь и моргает глазами из-под очков. 9Редко случается, что кому-то пришлют письмо в Елса. 9Поэтому ворчливый голубь бурчит что-то сам себе. 9В домике с башенками находится городской кинотеатр. 9Три вечера в неделю здесь можно смотреть фильмы, в которых происходит множество опаснейших приключений. 9Самый частый посетитель кинотеатра Тим Енот. 9Правда, он ходит сюда вовсе не из-за фильмов, а чтобы отдохнуть от беспрерывного тик-така не в часовой мастерской. 9Тим Енот, усевшись в одном из удобных кресел, тотчас же засыпает. 9Но если бы он и сидел с открытыми глазами, то все равно ничего не разобрал бы на экране, потому что от постоянного копания в часовых механизмах стал близоруким. 9Прогуливаясь по улице и встретив Юлиона Оленя, он может сказать:"Добрый день, господин Барсук. 9До того близорук Тим Енот. 9Но когда у него очки на носу, он видит хорошо. 1Да только Тим Енот никогда не знает, куда он их подевал. 9Забывает в самых неподходящих местах. 9Но вот мы и рассказали о некоторых жителях Елса. 9Нельзя, однако, не упомянуть о кузене Ахима Лиса, Амворосии. 9Живет он на окраине города в полуразвалившейся Лачуге. 9Кузен Амворосии не из числа тех, кто любит работать больше, чем это необходимо. 9Зато он обожает шататься по городу и по лесу, засунув руки в карманы и насвистывая ужасно грустный мотив. 5Глава третья 8Это произошло в среду в доме Бонифации. 9Все семейство сидело за столом, на завтрак были поданы блинчики. 9Барсук расправил на коленках салфетку. 9Лина сзевал. 9Лина посадила к себе на колени котенка, маленькую кошечку по кличке Кэти. 8Окно, выходящее в сад, было открыто. 9Легкий ветерок играл за навесками. 9Вдруг из лесу донеслось кукование. 9- Интересно, это наша старая приятельница Клатильда Кукушка? 9- сказал Бонифаци, намазывая кусок хлеба маслом. 9- Она зимовал в Африке. 9- Подумать только! 9- сказала мадам Барсучиха, ставя на стол еще одну миску с блинчиками. 9- Подумать только, в самой Африке. 8И есть же такие, что могут себе позволить нечто подобное. 9Интересно, пригласит ли она нас к себе? 9- Это было бы очень приятно, – признался Бонифаций. 9Линус потянулся было за вареньем и тот увидел, что банка наполнена кислой клюквой. 9- Мама, а нельзя ли нам вместо клюквы, малины? 9- Да, мамочка, – добавила Лина. 9Бонифаций и сам не любил кислую клюкву, но для порядка строго сказал, – ешьте то, что дают. 0Если бы вы знали, как было, когда мы росли. 9Нам давали к блинчикам. 6- Варенье из рябины! – закончила Лина. 9- Ты, папа, тысячу раз нам говорил. 9А блинчики были из молотой березовой коры. 9- Они в самом деле были неважны, – согласился Бонифаций. 8- И уж во всяком случае не такие пышные, как эти. 0Я, конечно, могу предложить малинового варенья, – сказала мадам Барсучиха, – но нельзя же так его уплетать. 9У нас осталось всего десять банок. 8Она полезла в погреб, но вернулась без варенья. 9Вид у нее был крайне растерянный. 9- Нету! – выдохнула она. 9- Чего нету? – спросил Бонифаций. 9- Погребы? 9- Банок с малиной. 1Из десяти не осталось ни одной. 1- Но это же невозможно! – сказал Бонифаций. 9Все молча направились в погреб. 9Полка была пуста, за исключением двух маленьких банок. 9Одна была с клюквой, другая – с медом. 9- Странно. 9А двери были заперты? – спросил Бонифаций, глядя на мадам Барсучиху. 9- Я говорю о входных дверях. 9- Когда я вошла, они были заперты. 9Семейство стало обшаривать погреб. 9Несмотря на тщательный обыск, ни одной банки с вареньем найдено не было. 9И никаких следов взлома. 9Окно закрыто на задвижку, стекло не разбито. 9Линус разглядывал полку, на которой стояло варенье, и вдруг закричал, 0- А это что такое? 9Посмотрите! 9Все подбежали. 9Линус показывал нам маленький знак на стене возле полки. 1Он напоминал крестик или скорее букву X, и был начерчен, видимо, углем. 9- Икс, – сказала мадам Барсучиха. 9- Икс, – буркнул Бонифаций. 9Потом все долго молчали. 0Стояла такая тишина, что слышно было, как в углу недовольно ворчал паук. 9Наверное, потерял нить или сам запутался в собственной паутине. 0- Надо все-таки кончить завтрак хоть и без малинового варенья, – прервала молчание мадам Барсучиха. 9Дети вздохнули. 9В глубокой задумчивости семейство поднималось по лестнице. 9Блинчики доели в безмолвии. 5Тем не менее пробило десять часов. 9Бонифаций должен был открывать лавку. 8Несколько покупателей уже ждали у входа. 2По мнению клиентов, Барсук был нынче просто сам не свой. 2Забыл даже спросить, чем он может быть полезен. 2Первый из клиентов сам был вынужден начать, могу я попросить полкило чернослива? 3И еще больше все удивились, когда лавочник вместо чернослива завернул в бумагу моток пряжи. 9Следующий клиент пришел за свежей сельдью, а получил коробочку с карандашами. 9Обедало семейство барсуков на террасе. 9Бонифаций посолил фруктовый суп и стал есть его вилкой. 9Потом сказал, а не сходить ли в полицию, то есть к медведю буру. 9- И сам себе ответил, нет, это совершенно бессмысленно. 9- И ведь в самом деле, некому следить за порядком в этом городе? 9- Поддержала его мадам Барсучиха. 0- А я знаю, – промычал Линус набитым ртом. 9- Пускай этим займется Иохим-лис. 5Бонифаций сменил вилку на ложку. 9- Иохим-лис? 9Что ж, эта мысль! 9- сказал он. 9- Попытка, не пытка, – согласилась мадам Барсучиха. 9- У него диплом есть, и вообще. 9Глава четвертая 9Иохим-лис сидел за письменным столом, повторяя последнюю лекцию зоочного курса частных детективов. 9Его особенно занимала глава о слежке. 8Вот что там было написано, 9- Незаметно следить за подозрительной личностью, это нелегкое искусство. 8Самое важное для детектива – умение правильно переодеться. 9Необходимо убедить преследуемого, что вы являетесь кем-то совершенно иным, а не детективом. 9Что касается воров и бандитов, то они, как правило, очень осторожны, и это надо принимать во внимание. 9Не стоит, например, переодеваться трубочистом, собираясь следить за вором, крадущим мука в пекарне. 9Точно так же и пекарь, сидящий на печной трубе в своей белой одежде, может вызвать подозрения. 9Переодевайтесь так, чтобы не выделяться из общей массы. 3Тут Ахим прервал чтение и задумчиво покачал головой. 0Без сомнения, мудрые слова, надо их намотать себе на ус. 9Последние строки главы поучали 9иногда детективу приходится вести слежку в совершенно необычных условиях, например в лесу. 9Но даже эта задача не должна представлять сложности для опытного детектива. 9В лесу лучше всего переодеться так, чтобы выглядеть, как муравейник. 9В таком виде можно просто по пятам преследовать преступника. 4В этом случае необходимо только воздерживаться от чихания. 6Никоим образом не чихать. 8Ибо ничто не может так возбудить подозрительности преступников, как чихающий муравейник. 9И Ахим задумался. 8Вскоре он сможет применить свои познания на деле. 9Пусть только жители Елса прочтут его объявление и немного поразмыслят. 9Тогда от них просто отбоя не будет. 9Странно, что еще никто не приходил. 9В этот момент раздался стук в дверь. 9И Ахим мгновенно состроил мину, которая, по его мнению, более всего подходила дипломированному детективу. 9Он слегка опустил уголки губ и немного сдвинул брови. 9Быстро нацепил на нос очки, расстегнул и верхнюю пуговицу клетчатого пиджака. 9- Входите, прошу вас! 9- пригласил он любезно. 9Порог переступил кузен Амвросий. 9- Ну, как дела? 9- Как сажа бела? 9- М-да, в общем, как-то так, – ответил Иохим. 9Ни этого посетителя он ждал. 9И никогда прежде не случалось, чтобы кузен Амвросий стучал в дверь перед тем как войти. 2- Я хотел спросить, не сможешь ли ты мне помочь? – сказал Амвросий, располагаясь в кресле, предназначенном для будущих клиентов. 9- С удовольствием, – ответил Иохим, краснея. 1Он решил, что речь пойдет о детективной истории. 9- Что же произошло? 1- Ничего особенного, но я думал, может ты мне одолжишь немножко денежат, до завтра. 9Улыбка на устах Иохима застыла. 5- Разве я уже не одалживал тебе денег, которых ты мне так и не вернул? 9- Видно, с памятью плохо стало, – вздохнул кузен Амвросий, – даже и вспомнить не могу, когда это было. 9Может, как детектив, ты что-нибудь порекомендуешь мне для укрепления памяти? 1- Вон! 2Иохим уже не мог вытерпеть такой наглости. 0- Странный детектив. 9Вышвыривает клиентов, – процедил сквозь зубы Амвросий и выскользнул из комнаты. 9Иохим еще долго бурчал себе под нос, – Неужели кузен будет вечно ко мне приставать? 9Разве он не может подыскать какую-нибудь приличную работу? 1Иохим стал упражняться в метании лассо. 1Он поставил на конторку табурет и бросал лассо из кухни. 9Вскоре он уже так навострился, что петля почти каждый раз попадала в цель. 1И тут кто-то снова постучался. 9Нет, это же немыслимо, чтобы кузен Амвросий вернулся опять. 9- Войдите, пожалуйста! – произнес Ахим. 9В дверях появился лавочник Бонифаций, собственной персоной. 9И Ахим любезно подвинул ему кресло. 9Нечасто в дом приходят такие почтенные гости. 9Бонифаций тут же приступил к делу. 8- Малиновое варенье, чудная вещь, – сказал он. 9- Дети его тоже любят. 9Да и сам я всегда любил. 9Намного больше, чем клюкву. 9Не говоря уже о рябиновом повидле. 9- Несомненно, – ответил Ахим, пытаясь понять, отчего это лавочник Барсук выбрал такую удивительную тему для разговора. 9- Малиновое варенье по праву на первом месте. 9Ну, конечно, ежели нет под рукой варенья из крыжовника. 9- Ой! – воскликнул Бонифаций, – было видно, как он даже содрогнулся при одной мысли об этом янтарном варенье. 9Потом добавил, – Да вы только представьте, сударь мой, прямо со сковородки снятой оладушки, намазанной ароматнейшим вареньем! 9Произнеса слово «оладушки», Бонифаций вспомнил вдруг, зачем он явился, и начал, наконец, рассказывать о таинственном исчезновении банок с 7малиновым вареньем и о еще более таинственном знаке Х. 9Иохим опустил уголки губ вниз и сдвинул брови. 9Он взял обертку из-под сдобных сухариков и стал на ней делать короткие записи. 9В голосе его зазвучали металлические нотки. 4- Варенье! – говорил он, одновременно записывая это слово. 8- Малиновый конфитюр, точнее. 8Десять банок. 9Из погреба. 9Так, так. 8- Отбросив перо, он проницательно взглянул на гостя. 9- Посмотрим, что можно сделать. 9Я только соберу свой саквояж и через несколько минут буду у вас. 5Бонифиций поблагодарил и вышел. 1Иохим наспех пролистал несколько лекций своего курса, чтобы убедиться, нет ли там чего о краже малинового варенья. 9Ничего не нашел. 9Была только речь о том, каким образом лучше всего изловить вора, похитившего брусничный джем. 9Но ведь это большая разница, брусничный джем или малиновый конфитюр. 9Иохим туго набил свой саквояж. 9Всунул туда лассо, пару позвякивающих наручников и несколько пустых кулечков от сухариков, чтобы делать на них заметки. 9Громадное увеличительное стекло повесил на шею. 9Глава Пятая 9- Разве не ужасно? 9- Сказала мадам Барсучиха, когда Иохим поздоровался со всеми членами семьи. 9- Я имею в виду эти банки. 9- Похищение конфитюра, – ответил Иохим, – принадлежит к пренеприятнейшим среди прочих случаев похищений. 9- И он порылся в саквояжи так, что забринчали наручники. 9- Что ж, приступим к следствию. 8- Это было вот здесь, – сказала мадам Барсучиха и направилась к лестнице. 9За ней шли Лина и Линус, а замыкал шествие Бонифаций. 9Иохиму показалось странным, что вор оставил две банки, с медом и с клюквой. 9Он сделал соответствующие заметки на обертке из-под сухариков и спросил, были ли заперты входная дверь и окна. 9Он записал ответ и произнес, – Хорошо, это все, что мне пока необходимо знать. 9А теперь я хочу остаться здесь один. 1Мадам Бебиана Барсучиха потолкнула детей вперед, и все семейство вышло из погреба. 0Лина и Линус охотно остались бы и поглазели, как детектив ведет свое расследование. 9- При странный случай, – сказал Иохим сам себе. 9И на кулечке для заметок написал большими-пребольшими буквами, тайну малинового конфитюра. 9Затем Лис протер свое увеличительное стекло и осмотрел погреб он состоял из двух помещений. 9Из одного лестница вела прямо в квартиру. 2Двери другого выходили в сад. 1Эти двери были заперты на ключ, как уверял лавочник. 1Прежде всего Иохим обследовал полки. 9Однако, не обнаружив ничего подозрительного, он перешел к обследованию стен. 9Его поразил знак в виде икса. 1Этот знак был похож на крохотного паучка. 9Когда же он посмотрел на знак сквозь увеличительное стекло, тот стал похож на большого коварного паука. 9Потом пришла очередь обследовать пол. 9Иохим обнаружил кое-какие следы, но ни один из них не вызывает подозрения. 9Через сильную лупу легко можно отличить след преступника от следа ноги порядочного человека. 9Иохим понимал, что имеет дело с необыкновенно хитрым грабителем, который стер за собой все следы. 9И к тому же он был, конечно, в перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев. 9Но как же вор проник сюда? 9Детектив приступил к обследованию земли перед погребом. 9Потом несколько раз обошел дом. 9Кругом было множество следов, среди которых найти след вора не представлялось уже никакой возможности. 9Вот если бы семейство барсуков не выходило с утра из дому, тогда такой опытный детектив, как Иохим Лис, смог бы прочитать по оставленным следам все, как по книге. 9Теперь же картина была весьма туманной. 9Помимо всего этой ночи был действительно густой туман, по крайней мере возле лавки Бонифация, а это, как вы сами догадываетесь, чрезвычайно затрудняет дело. 9Иохим как раз намеревался войти в сад, когда мадам Барсучиха позвала его из окна. 1Она спросила, не хочет ли он после утомительного следствия выпить чашечку кофе? 9Мадам Барсучиха накрыла в гостиной. 9За столом собралась вся семья. 5Был также столичный гость, господин Россомаха, одетый в превосходно от утюженной костюм и рубашку с ослепительно-белым воротничком. 9В безупречно завязанном галстуке столичного гостя сверкала золотая булавка. 9- Разрешите представить вас друг другу, – сказал Бонифаци, – господин Иохим-лис, господин Ромуальд Россомаха. 9Иохим и Ромуальд подали друг другу руки, и Россомаха показал в улыбке неимоверное количество белых зубов. 9Иохим подумал, что Россомаха, когда улыбается, выглядит подобострастно. 9Пренеприятно подобострастно, раболепно даже. 9Он все ломал себе голову, что это такой вот подобострастный Россомаха делает в доме барсуков. 9Выглядит он, впрочем, весьма элегантно. 9Столичный типчик, сразу видно. 9- Садитесь, пожалуйста, – сказала мадам Бибианна. 9Иохим положил два кусочка сахара в чашку и заметил, что Ромуальд Россомаха взял, по крайней мере, восемь. 9Несколько минут длилось молчание. 9Раздавался только звук легкого прихлебывания, какой всегда слышен, когда втягиваешь первый глоток из тонкой чашечки. 9Линус и Лина вместо кофе пили жидкий шоколад со взбитыми сливками. 9Целая гора вафель громоздилась на тарелке. 9Рядом стояла тарелка с пирожными, по одному на каждого из присутствующих. 9Иохиму приглянулось пирожное с клубникой посередине. 2Было только одно такое пирожное и выглядело оно необыкновенно привлекательно. 9- Я только что услышал, что вы, господин Улис, являетесь детективом, – сказал Ромуальд Россомаха с елейной улыбочкой. 8- Представляю, до чего интересная профессия. 1Иохим заметил, что Россомаха чуточку шепелявит и выговаривает букву «С» с присвистом, ну что ж, – сказал Иохим, с хрустом уминая седьмую вафлю, – 1работа, бесспорно, увлекательная. 9Хотя в основном все дело привычки. 8- Жуткая история с этим похищением Конфитюра, – сказал Ромуальд Россомаха. 5- Впрочем, я слышал, что вы, господин Улис, чрезвычайно талантливый детектив, и вообще. 8- Я думаю, вы несколько преувеличиваете, – скромно сказал Иохим. 6Лесть была ему приятна. 0И он теперь не считал, что у Ромуальда Россомахи такая уж елейная усмешка. 9Быть может, он, по сути дела, просто пресимпатичный господин. 9- А вы уже напали на след? – полюбопытствовал Ромуальд. 9- Мне трудно определенно высказаться по этому поводу, прежде чем я обработаю мои наблюдения. 9Все прочие сидели тихо, прислушиваясь к разговору, Бонифаций казался несколько удрученным. 9Мадам Бибианна, судя по всему, тоже с тревогой думала о десяти банках исчезнувшего конфитюра. 9Быть может, она так никогда к ней получит их назад. 7Тарелка с вафлями опустела, и теперь уже настала пора пробовать пирожные. 9Иохим протянул руку, чтобы взять одну из них. 9Но рука Ромуальда Россомаха с быстротой молнии схватила именно это пирожное, с клубникой посередине. 9Иохим с ужасом и негодованием глядел, как Россомах лопает пирожное, которое, собственно говоря, принадлежало ему, Иохиму. 9И Ромуальд Россомаха показался детективу еще более подобострастным и отвратительным, чем прежде. 5Мадам Барсучиха спросила, не желают ли они еще по чашечке, но Иохим поблагодарил и сказал, что должен идти домой, чтобы приняться за работу. 9Бонифиций проводил его до крыльца. 4Детектив воспользовался случаем, чтобы спросить, кто он такой, этот Ромуальд. 9- Весьма известная личность, — ответил лавочник, — он служит оберконтролером в Королевском управлении по учету сосновых иголок. 9Прибыл к нам в командировку и проведет тут недели две-три. 7Снял у меня комнату на мансарде. 9- Ага, — сказал Иохим, — понятно. 5Королевское управление по учету сосновых иголок было одним из важнейших учреждений в далекой столице. 5Чиновники из Купуси всегда славились ослепительно белыми крахмальными воротничками и безупречно завязанными галстуками. 5Иохим, впервые увидел Ромуальда Россомаху, должен был мгновенно догадаться, что перед ним один из служащих Купуси. 9Бонифаций сообщил, что Россомахе поручено пересчитать все иголки на деревьях в Елсо и окрестных лесах. 9Кроме того, он обязан следить за тем, чтобы никто не собирал иглы для домашних надобностей без официального разрешения. 9- Этот господин весьма изыскан и образован. 9- Гм, — пробормотал Иохим, и невольно ему вспомнилось то самое пирожное с клубникой посередине. 9Глава шестая 9Иохим Лис поудобнее расположился в кресле и зевнул. 1Он как раз только что вернулся от барсуков. 9Этот странный и запутанный случай крайне утомил его. 9Недурно было бы че так вздремнуть. 9Нет, нет, сначала нужно привести в порядок бумаги, которыми был завален письменный стол. 9В конце концов он отыскал свои записи, озаглавленные, — Тайна Конфитюра. 1Но что он написал под заглавием? 9- Мед? 9- Какой такой, мед, — удивился Иохим. 9Потом ему вспомнилась баночка меда в подвале. 9Не так легко прочесть все эти каракули. 9Заметки он делал стоя, бумагу держал на весу, ни на что было ее положить. 8Вдруг Иохиму пришла в голову отличная мысль. 8Он понял, чего недоставало ему в конторе. 9И он сразу же сел писать новое объявление. 9Текст был таким, 9Требуется личный секретарь аккуратный и с хорошим почерком. 9Иохим Лис, дипломированный детектив. 9Повесив объявление, Иохим снова развалился в кресле и закрыл глаза. 9Где же следует искать того, кто украл десять банок малинового варенья? 9Иохим склонен был подозревать, что вернулся старый волк-уэк-потрошитель, который славился тем, что умел совершать кражи, не оставляя ни малейших следов. 9Только возможно ли, чтобы дряхлый волк вновь занялся преступной деятельностью? 9После стольких лет добропорядочного существования? 9Нет, это маловероятно. 9Оставалась Жанетта Кис-Кис и ее банда. 9Вот уже много лет дикие кошки не показывались в городе Елса. 9А если и появлялись, то жили в сараях за городской чертой. 9Жанетта и ее сородичи совершали мелкие кражи, но следовало, однако, учесть, что они начинают приниматься из-за более крупные дела. 9Иохимов вспомнился вдруг его собственный кузин Амврасей. 2Кто может знать, сколь глубоко его нравственное падение. 0Хотя, впрочем, нет. 9Некоторое время Иохим самоотверженно боролся с дремотой, но когда поудобнее устроился в кресле, все же уснул. 9Проснулся Иохим только утром. 1Он как раз приступил к завтраку, когда послышался стук в дверь. 9Легонький и очень-очень быстрый. 9Иохим, не успев проглотить кашу, проговорил, прошу. 9Дверь отворилась, и вошел небольшого роста господин в коричневом летнем пальто и черной шляпе, сдвинутой на затылок. 2В руке у него была тросточка с серебряным набалдашником. 9Иохим узнал в посетителе горностая. 9Этот господинчик насвистывал веселый мотив, но до того фальшиво, что Иохим чуть не подавился кашей. 9Горностая быстро подошел к столу, снял шляпу и сказал, 9- Вот я именно и есть ваш личный секретарь, – и несколько раз взмахнул тросточкой. 9- А зовут меня Григуар Гвидон Горностай. 2- Угу, – сказал Иохим, откладывая ложку. 8- Итак, вы желаете занять место моего личного секретаря? 9- Собственно говоря, я уже занял это место. 5Более толкового секретаря вам не найти, даже если бы вы обыскали целых семь уездов. 9Проворный, любящий порядок, из себя видный и до чрезвычайности вострозубый. 9Иохим схватил себе за нос, это всегда помогало ему принять решение. 9Ежели Горностай впрямь обладает всеми вышеперечисленными достоинствами, почему бы не не взять его на службу? 9Да и вообще, может быть, больше никто не явится. 9А дело совершенно безотлагательное. 9Он провел Горностай в свою контору. 9Иохим сел за стол, Горностай примостился в кресле для клиентов. 9- Может, сразу перейдем на… ты, – предложил Ахим-лис. 9- Так будет лучше для делового контакта. 9- Меня зовут Ахим. 8- Мерси! – сказал Горностай, поспешно вставая. 2- Зови меня просто, Гвидон. 9Я унаследовал это имя от двоюродного дедушки. 5Необыкновенно красивое имя. 9- У меня был когда-то дядюшка, которого тоже так звали, – заметил Иохим. 9- Он был учителем на необитаемом острове. 1- Чрезвычайно интересно, – поддакнул Гвидон. 8- Начнем, пожалуй, с того, что ты поможешь мне вследствие по уголовной части, которое я и сейчас веду. 9- Сперва мне хотелось бы знать, где я буду жить? 8- У меня, как видишь, тесновато. 2- Пустяки! – категорически отрезал Гвидон. 9- Хочу жить здесь, в этом шкафу. 9- Больше всего люблю жить в шкафу, – и вскочил на маленький настенный шкафчик. 9- Но ведь это моя аптечка! 0- Запротестовал Иохим. 9- Не имеет значения. 8Нужно только выбросить из него всю эту рухлядь. 6Иохим вынужден был освободить аптечку от пузырьков и прочих склянок. 2Гвидон уже обнюхивал старую меховую шапку, которую Иохим надевал, когда мороз был больше тридцати градусов. 9- Тут будет моя постель! – заявил Гвидон. 9- Мне лучше всего спиться в старых меховых шапках. 9Затем Гвидон принялся наводить порядок на письменном столе. 9Сначала все выглядело так, будто над письменным столом пронесся ураган. 9Бумаги летали туда и сюда. 9Однако, когда Гвидон окончил, все лежало в полнейшем порядке. 9Никогда письменный стол не выглядел так опрятно. 9На следующее утро Иохиму пришло в голову, что он забыл еще об одной возможности проникнуть в погреб. 4Через печную трубу. 9Потому что бывают воры, которые любят забираться в квартиру через дымоход. 9В начале девятого Иохим уже шел к лавке Бонифации. 9Рядом семенел Гвидон, готовый записать все, что окажется необходимым. 9Он держал наготове превосходно отточенный карандашик, а вместо пустых кулечков от сухариков завел себе маленький голубой блокнот. 9ГЛАВА СЕДЬМАЯ 9Этим утром Бонифации казался несколько рассеянным. 9- Какая чудная погода, господин Барсук, – начал Иохим. 9- Ах, этот сыр! 9- брякнул Барсук ни с того, ни с сего. 9- Сыр! – проговорил Иохим, и уголки губ у него опустились. 5Он дал Гвидону знак, чтобы тот приготовился записывать. 9- Сыр исчез, – запричитал Бонифаций. 8- Небольшая, но чудесная головка швейцарского сыра. 9Гвидон зачеркнул заголовок, конфитюрная тайна, в голубом блокноте и написал, конфитюрно-сырная тайна. 9Карандашик сновал по бумаге с головокружительной быстротой. 9Иохим сказал, – Прошу проводить нас на место преступления. 9Первым вошел в лавку Бонифаций. 9- Вон там, в этой маленькой витрине, – сказал он. 9- Взгляните, она совершенно пуста. 1Иохим подошел, посмотрел. 1И в самом деле, прелестно швейцарский сыр исчез бесследно. 9Зато на стене можно было заметить небольшой знак в виде Экс. 9- Ничего больше не украдено? – спросил Иохим. 9- Как же! исчезло пять кругов колбасы, – произнес Бонифаций, указав на потолок. 9Иохим и Гвидон взглянули вверх. 1Под потолком висело множество товаров, мотки проволоки, два жирных окорока, несколько пар сапог, но колбасы они не обнаружили. 9Видно было, однако, пять пустых крюков. 9И рядом с каждым, маленький знак Экс. 2Иохим почувствовал, как холодный пот выступил у него на спине. 2Гвидон перечеркнул заголовок, конфитюрно-сырная тайна, и написал, конфитюрно-сырно-колбасная тайна. 9Кончик карандаша бегал по бумаге с такой скоростью, что даже раскалился. 9- А все ли двери были заперты? – спросил Иохим. 9- Все и весьма надежно. 9- Чрезвычайно странно, – заметил Гвидон, дуя на кончик карандаша, чтобы его остудить. 9- Мне кажется, я приближаюсь к решению загадки, – заговорил Иохим. 8- Если не ошибаюсь, мы имеем здесь дело с так называемым печником. 8Не можете ли вы одолжить нам лесенку, господин Барсук? 6Приставили лесенку. 9Иохим вместе с Гвидоном забрались на крышу. 9ПРОТЕРЯВ СВОЮ ОГРОМНУЮ ЛУПУ, Иохим склонился над дымовой трубой. 9В верхней ее части не видно было ни одной царапины на слое сажа. 9Он нагнулся ниже. 9Но и теперь ничего подозрительного не нашел. 9Детектив сунулся еще глубже в отверстие трубы. 9И еще. 9И вдруг Гвидон увидел, что старательно отутюженные брюки Иохима исчезли в дымоходе. 9Поднялась туча сажи. 9Когда она немножко поредела, Гвидон наклонился над трубой и вдруг почувствовал, что тоже летит вниз. 9Сажа клубилась вокруг него, попала в нос и глаза. 2Когда же скольжение, наконец, прекратилось, Гвидон понял, что приземлился в печной топке. 9Было совершенно темно, но он услышал рядом с собой бормотание Иохима. 9Через закрытые дверцы печени было никакой возможности выбраться наружу. 9Детектив и его секретарь стали звать на помощь. 9Бонифацио Барсук уже должен был открывать свою лавку, как вдруг ему почудилось, что он слышит крики, эгей! 0Ловочник прислушался получше и к великому своему изумлению понял, что крики доносятся из печи. 9Он осторожно отворил дверцы, и оттуда выпала самая темная личность, какую ему когда-либо случалось видеть. 9- Трубочист! 9- Воскликнул Бонифаций. 9Но тут из печи выскочила еще одна темная личность. 9- И второй! 9- Воскликнул Бонифаций. 9- Удивительно! 9Когда же я их приглашал? 9ГЛАВА ВОСЬМАЯ 9Спустя несколько минут Ахим и Гвидон уселись под самой большой яблоней. 9Они старательно вычистили свою одежду, после чего Иохим набил трубку и сказал, 9- Вариант с дымоходом можно зачеркнуть. 9Гвидон жирной чертой перечеркнул заголовок, сделанный на одной из страниц блокнота. 9Иохим закурил трубку, выпустил дым и закашлялся, 0- Мы имеем дело с пронырливым и ловким преступником, запиши это. 9Две ночи подряд он проникает в один и тот же дом. 9Весьма вероятно, что он явится сюда и на третью ночь до нитки обчистит лавку. 9- Это было бы ужасно, – заметил Гвидон, на минутку прерывая свои записи. 9- Единственный способ положить конец его планам, это организовать бдительную охрану дома, – продолжал Ахим. 9- Ты и я будем всю ночь напролет ходить вокруг дома. 9Конечно, переодетые. 9Согласно моему методу в этой местности лучше всего замаскироваться под сиреневый куст. 9- Операция, сиреневый куст! 9- Гвидон начал крысть карандашик. 1Он часто это делал, когда переставал записывать. 9- Мы попросту, переоденемся, кустами сирени, – объяснил Иохим. 9- И хотел бы я увидеть грабителя, который сумеет отличить нас от настоящих кустов сирени, растущих вокруг дома. 9Иохим открыл на одиннадцатой странице, заочный курс частных детективов, и еще раз перечитал все, что там было написано и о методе сиреневого куста. 9Семейство барсуков пришлось посвятить в тайну плана. 9Линус и Линус бегали в сад и принесли целую охапку веток сирени. 9Затем все это было пришито к двум старым ночным рубашкам, за которыми мадам Барсучиха сходила на чердак. 9Через час Иохим и Гвидон могли уже примерить костюмы. 1Они сами себя не узнали, став перед зеркалом. 9Сходство с настоящими кустами было просто ошеломляющим. 9Вечером, в три минуты девятого, можно было увидеть два, сиреневых куста, выходящих из дома Бонифа Цибарсука. 9Один куст был большой, другой, маленький. 9- И в самом деле будет интересно увидеть, как этот пронырливый грабитель забирался в дом, – сказал Большой, куст. 9- С искренним удовольствием я надену ему наручники, – ответил Маленький. 9Вечер был тихий. 1Время от времени кто-то проходил по улице, но никто не заметил, что перед лавкой Бонифа Цибарсука выросли два куста сирени. 9Они то замирали, то двигались вокруг лавки. 1Причем Большой, куст, курил трубку свитым чубуком, ибо Иохим считал, что таким способом он отгоняет комаров. 9Результат был обратный, – комары налетали целыми тучами и садились на трубку, чтобы погреть ноги. 9Маленький, куст, все время грыз сдобные сухарики, мадам Барсучиха снабдила обоих детективов узелками с провизией. 8Одна за другой гасли лампы в окнах. 9Простояв какое-то время неподвижно, Иохим вдруг почувствовал, что хочет спать. 8Должно быть, на него подействовал сладковатый запах цветов, которыми он был замаскирован, – подремать бы минутку! – подумал Иохим, 9подавил зевоту и перешел на другую сторону дома. 9- Все в порядке? 0Обратился он к кустику сирени. 0В ответ ни звука. 9Иохим повторил вопрос, но куст продолжал молчать. 9Видимо, Гведон заснул, подумал Иохим, и начал трясти сиреневый куст. 9Он тряс довольно долго и когда, наконец, вырвал его почти с корнем, понял, что это была настоящая сирень. 9Иохим потратил много времени, прежде чем обнаружил Гведона. 9Маленький, куст, расположился прямо на клубничных грядках и перемещался по ним весьма медленно. 9- Поразительно тихий вечерок, – заявил Гведон. 9- Вот такая чудная погода неблагоприятствует преступнику. 9Я удивился бы, если б он сюда пришел. 9Это маловероятно. 9- Тем не менее мы ни на миг не можем ослабить бдительность, – шепотом предостерег Иохим. 9Вскоре два бдительных, куста, снова пошли в обход вокруг лавки банифа Цибарсука. 9Первые утренние птицы начинали проверять свои горлышки. 5Там и тут открывались окна, и житель елся, позевывая, выглядывали на улицы. 9И вот открылось окошко в мансарде, и из него выглянул Ромуаль Троссомыха, заспанный, с всклокоченными волосами. 9Солнце уже поднялось высоко над лесом. 9Иохим решил прекратить слежку за домом. 5Вряд ли какой-нибудь грабитель отважился бы действовать в эту пору. 5Иохим уселся на ступеньках Крыльца. 9Гвидон стоял около угла дома и зевал. 9По лестнице пробежал Ромуаль Троссомыха с портфелем под мышкой. 9- Ну, господин Лис, как прошла ночь? 8- спросил он с учтивостью. 9- Дал ли ваш розыск какой-нибудь результат? 9- Ночь прошла спокойно, – ответил Иохим, сдерживаясь, чтобы не зевнуть. 9ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 9Иохим с Гвидоном думали только об одном, как бы, наконец, лечь спать. 9А из дома выскочил полуодетый банифац и барсук. 9Одна нога его красовалась в голубом носке, другая, в черном ботинке. 9- Опять произошло? 9- Еле выговорил он. 9- Произошло? 9Что? 9- спросили два сонных, куста сирени. 9- Я стану нищим! 9- сказал барсук и скрылся в лавке. 9Детективы вылезли из своих сиреневых костюмов и двинулись следом. 9Банифаций стоял, указывая на потолок. 9Иохим поднял кверху глаза, и вся сонливость с него мигом слетела. 9Он сразу же заметил, что пустых крюков стало гораздо больше и возле каждого чернеет маленький знак Х. 9Знаки Эй, как и раньше, напоминали ядовитых злобных паучков. 0- Все окорока были такие жирные, – стонал Банифаций. 9Иохим онемел от изумления. 9Как же можно было вынести такие окорока из дома? 2- Вы должны были стеречь дом, – произнес Банифаций укоризненным тоном. 9- Возможно только одно объяснение, – сказал Иохим. 6- Только одно, – подтвердил Гведон, кивая головой. 2- А именно, злодей был переодет в такой же костюм, как и мы. 9Другого варианта я не вижу. 9- А может, он подобрал к замку ключ? – размышлял вслух Банифаций. 9- Я же вконец обнищаю. 9Но Иохим ободряюще потрепал его по плечу и сказал, что беспокоиться ни о чем. 8Рано или поздно вор будет разоблачен и посажен за решетку. 9Иохим имел в виду то, о чем говорилось на двадцать третьей странице, заочного курса частных детективов. 8- Детектив не должен терять надежды на благоприятный исход даже в том случае, если бандиты сто раз обведут его вокруг пальца. 9В конце концов каждый преступник совершает какую-нибудь ошибку, которая неизбежно его разоблачит. 0Безукоризненно совершенных преступлений не существует. 9Теперь следовало обстоятельно изучить место преступления. 9Иохим стал протирать огромную лупу, а Гведон приготовился записывать. 9Он зачеркнул заголовок, конфитюрно-сырно-колбасная тайна, и написал, 9- Конфитюрно-сырно-колбасная ветчинная тайна. 9Карандаш его вихрем носился по бумаге. 9Тщательнейший осмотр всей лавки не принес никаких результатов. 9На крыльце и в саде следов также не удалось обнаружить. 1Потом появилась мадам Барсучиха и пригласила Иохима и Гведона на завтрак. 9Когда все усились, она подала ватрушки и молоко. 9Дети выглядели совершенно измученными. 4Линус даже и не пытался подразнивать сестренку. 9- А где же Кэти? 9- Поинтересовалась Бебиана Барсучиха. 8- Она разве не была в вашей комнате? 9- Нет, сонно ответили Лина и Линус. 9- И куда эта кошка могла подеваться? 9- Размышляла мадам Барсучиха. 5- Ее, наверное, где-нибудь случайно заперли. 9После завтрака все занялись поисками Кэти. 9Облазили закоулки, подпирали шкафы и сундуки. 9Наконец обыскали все внизу в подвале, но кошки нигде не было. 8- А мы слышали! 8- пискнула Лина, чуть не плача. 9- Что же вы слышали, милый? 9- ласково спросил Ахим. 9- Мы не могли уснуть, – отвечал Линус. 9- Хотели тоже немного покараулить и вышли на балкон. 9Мы спрятались за цветочными горшками и стали следить за садом. 9Но там был только дядя Ахим. 9Он был очень похож на куст сирени. 9Бонифацио-барсук строго посмотрел на своих детей, но не прервал Линуса. 9- Разбойника мы не увидели. 9Но устали и захотели вернуться. 9А когда закрывали балконную дверь, услышали, как где-то мяукала Кэти. 9Три раза промяукала и умолкла. 9- В котором часу это могло быть? – спросил Ахим. 9- Без двадцати одиннадцать, – сообщил Линус, – я на часы посмотрел, когда ложился. 9- Так, произнес Ахим, кажется, я начинаю понимать, куда девалась кошка. 9- Дело ясное, – добавил Гвидон, – проще простого. 6Все напряженно ждали. 7И Ахим скрестил руки на груди. 9- Без двадцати одиннадцать, – начал он, – злодей находился в лавке. 9Он выбрал самые жирные окорока и засунул их в свой воровской мешок. 8Но он еще не успел всего запихнуть, когда вошла кошка и начало мяукать. 9Это его сбило с толку. 8Он схватил вашу Кэти за шкирку и тоже сунул в мешок. 9Прошу нас извинить, но, к сожалению, мы должны пойти домой и поспать хотя бы пару часов. 9Затем со свежими силами мы займемся расследованием происшествий. 9Глава десятая 5Вернувшись домой, оба детектива тут же уснули. 9Из спальни Ахима Лиса доносилось мерное похрапывание, а из шкафчика над письменным столом – отрывистое легкое сопение. 9Но вот Ахим появился в дверях спальни и, потянувшись, стал сразу же излагать свои планы. 9Во-первых, необходимо проверить все подозрительные места, во-вторых, отправиться в лес и прочесать его вдоль и поперек. 9- Ты обойдешь все загородные притоны, – сказал Ахим, – наверняка там столкнешься с какой-нибудь пренеприятной личностью. 9Если встретиться тебе, есть одна такая, жене-то кис-кис, будь осторожен, чрезвычайно хитрая мошенница. 9Гвидон быстро все записывал. 9- Сам я думаю навестить дом с привидениями, – продолжал Ахим. 8- Когда-то там собирались разбойники. 8После осмотра этих мест мы отправимся вглубь леса. 9Ты зайдешь из севера, я – с юга. 9Полагаю, не надо объяснять, что мы будем переодеты. 9В лесу можно воспользоваться маскировкой, метод муравейника, но мне бы хотелось попробовать другую маскировку. 9Сейчас грибной сезон, и разве не было бы разумнее нарядиться грибником, собирающим сморчки? 9Они выпили несколько чашек чая и приготовились к выходу. 9Иохим натянул на себя поношенную куртку и линялые джинсы, на голову нацепил кепку с поломанным козырьком. 5Гвидону он одолжил пиджачок, который сам носил, еще будучи лисенком. 9Пиджачок оказался как раз впору. 4- Встречаемся около шести вечера, – сказал Иохим. 6- Тогда я дам дальнейшее распоряжение. 6Дом с привидениями показался детективу совершенно заброшенным. 9Дверь висела косо, болталась на одну петлю, оконные стекла, выбиты. 8Ветер шевелил каким-то подобием занавесок. 9Иохим открыл дверь и не дрогнув вошел в дом. 9В руке он держал лассо и готов был в любой момент его набросить в случае необходимости. 0Все же было не исключено, что он мог наткнуться на какого-нибудь преступника. 5Но дом, видимо, был пуст. 9Иохим неподвижно застыл на пороге, как вдруг ему почудилось, что он слышит чей-то голос. 8Он доносился из соседней комнаты. 9Иохим на цыпочках подкрался ко второй двери и заглянул в щелку. 9Посреди комнаты стояло поломанное кресло, а возле стены – шкаф, дверцы которого были приоткрыты. 9И тут из шкафа показалась вдруг красиная морда. 9- Привет, – сказал Иохим, весь подобравшись, ибо кто может знать, что случится через минуту. 2- Добрый день, добрый день, – вылезла крыса. 9На вид она была очень старая, у нее остался всего лишь один зуб, а шерсть на боках облезла. 5- Со всей определенностью я могу утверждать, что эта дряхлая крыса настроена миролюбиво, – подумал Иохим и сказал, 0- Мне почудилось, что здесь кто-то разговаривал. 4- Хе-хе, – рассмеялась крыса, – это же я. 9Поговорить мне не с кем. 1Но вот я и разговариваю сама с собой. 9Иногда я даже крупно ссорюсь сама с собой, к твоему сведению. 9Хе, хе, хе. 1Иохим стал спрашивать у крысы, не принимала ли она недавно здесь каких-нибудь гостей. 9Не крутился ли возле дома кто-либо подозрительный? 9Не пропадал ли уголь? 1Крыса сказала, что два раза она видела на рассвете каких-то подозрительных типов, их было четверо, шли они по опушке леса. 5На них были черные плащи и даже маски. 9Поблагодарив крысу за ценные сведения, детектив вышел. 1В лесу было душно. 9Иохим охотно бы снял с себя куртку, но под ней была клетчатая жилетка, а грибник в клетчатой жилетке выглядель слишком нелепо. 9Тропинка вела дальше в лес и становилось все уже. 9В одном месте ее пересекал ручеек. 9Иохим осторожно перешел через него по шаткой узенькой доске. 8На той стороне он увидел развороченный муравейник, а чуть подаль на дорожке сидело триста тридцать две тысячи четыреста девяносто шесть муравьев и все 3плакали навзрыд. 9Это из их слез образовался и ручеек. 4- Ты только посмотри, что они сделали с нашим муравейником! 9- Воскликнули триста тридцать две тысячи четыреста девяносто шесть муравьев в один голос. 1Иохим произнес несколько утешительных слов и вдруг замер. 9Прямо возле муравейника были сложены крестом две веточки. 9Ну конечно, это же знак Х! 9Он напомнил огромного паука-крестовика. 9- Скажите, пожалуйста, – вежливо спросил Иохим, – а давно ли здесь поставили этот знак? 9- Это... 0- Муравьи вытерли слезы и задумались, – мы этого никогда раньше не видели. 5Теперь Иохим был убежден, что он на верном пути, таинственный злодей или, вернее, злодеи, прошли здесь ночью. 9Еще немного он прошел по следам разбойников, но затем потерял их. 5Он задумался на минуту, а затем попытался идти дальше в том направлении, куда вела дорожка. 9Чтобы не отклоняться в сторону, он зажмуривал левый глаз, а правым нацеливался чуть выше кончика своего длинного носа. 0Так он и шел вперед, куда указывал нос. 9Иохим уже значительно углубился в лес, который становился все гуще и мрачнее, но вдруг через час он очутился перед высокой сосной, 9показавшейся ему чем-то знакомой. 9Обломанный сук, а под ним – дупло. 9Детектив понял, что уже видел эту сосну. 9Наверное, он сделал круг. 1А между тем был уже четвертый час дня. 9Пора возвращаться, ведь ему надо быть дома к шести. 9На обратном пути он решил заглянуть в лачугу клыка-потрошителя. 9Кто знает, может именно там он обнаружит. 9Жилье старого волка было хорошо скрыто за густыми елями. 9Детектив принял ухом к стенке и стал слушать. 9Он услышал какой-то ритмично повторяющийся звук и сообразил, что клык-потрошитель качается в кресле-качалки. 9Иохим постучал. 9- Входите, милости просим! 9- хрипло отозвался хозяин. 9Детектив переступил порог и увидел клыка-потрошителя, который и в самом деле сидел в качалке. 9Кстати, он вовсе не выглядел грозным потрошителем. 9На голове у него был вязаный ночной колпак, а на ногах мягкие шлепанцы с вышивкой. 7Волк вязал чулок спицами. 9- Что за гость? 9- проворчал волк, не переставая работать. 9- А вы часом не сынишка старого сапожника? 9- Ну да, конечно, я его сын. 9- Я тоже в последнее время сделался ремесленником, – сказал клык-потрошитель, медленно поднимая чулок. 9Этот чулок был удивительно длинным. 9Иохим даже глазами поморгал, не мерещится ли ему такая длина? 1- Я начал вязать теплые чулки для всех лосят из нашего леса, – продолжал клык-потрошитель. 1- Зимой у них мерзнут ноги. 2Иохим был глубоко тронут заботливостью бывшего разбойника. 1Теперь он знал, что клык-потрошитель, вполне порядочный волк и не имеет ничего общего с кражами и грабежами. 5ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 1ЛИС ДОБРАЛСЯ ДОДОМА ЛИШЬ В СЕДЬМОМ ЧАСУ ВЕЧЕРА. 0Гвидон сидел за письменным столом и рассеянно грыз карандаш. 2- Уф, какие труды приходится взваливать нам на свои плечи! – устало проговорил Иохим, валясь в кресло для клиентов. 2- Невероятно мучительный день, – признался Гвидон, продолжая жевать карандашик. 0- Есть важные наблюдения? – спросил Иохим. 8- Почти никаких, – ответил Гвидон. 0- День прошел без событий. 9Сараюшки, которые были когда-то притонами, почти пусты. 0Только один старый кот там шляется. 0Его зовут Джоржик. 9Ну а Жанетта кис-кис нету. 9По-видимому, она переселилась куда-то на юг. 9Так предполагает старикан Жоржик. 0- Ах, вот как, стало быть, Жоржик вновь в нашем городе! 0Впрочем, мне думается, мы не должны его подозревать. 9Он, правда, бродяга, но абсолютно добропорядочный бродяга. 9- В северном лесу, – продолжал далее Гвидон, – никаких следов. 9Необычайно бедный следами лес. 2Иохим поделился своими планами на вечер. 9И этой ночи нужно будет вести наблюдение за домом Бонефаца и Барсука, Гвидон снова, переоденется, кустом сирени, 9а Иохим будет подкарауливать преступников внутри лавки. 9Теперь он будет, переодет, бочкой с селедками. 9- Великолепная мысль! – воскликнул Гвидон. 9Около восьми вечера в лавке Бонефаца и Барсука можно было видеть стоящую в углу бочку сельди. 9Она имела самый обыкновенный вид, но в ней сидел хитроумный лис. 9Иохим выпилил дырки для рук и ног и две дырочки на уровне глаз, чтобы смотреть. 9Рядом с бочкой лежало свернутое лассо, которым Иохим мог воспользоваться в любое мгновение. 9Бочка, в основном неподвижно стояла в своем углу. 9Но время от времени она прохаживалась по магазину и заглядывала за прилавок или в контору. 9Минуло уже два часа, но в лавке ничего подозрительного не происходило. 9Семейство барсуков ложилось спать в половине девятого, и сейчас во всем доме не было слышно ни звука. 9Но ровно без двадцати одиннадцать в конторе послышались тихие, крадущиеся шаги. 9Иохим увидел, как медленно, еле-еле раскрывается дверь, ведущая в магазин. 9Лис затаил дыхание. 9Наконец, в двери кто-то показался. 9Несмотря на полумрак, Иохим разглядел, что этот тип, появившийся в лавке, был одет в плаще и что лицо его полностью скрывала черная 8маска. 9Детектив дрожал от нетерпения, но все так же сидел в своей бочке, чтобы раньше времени не спугнуть вора. 2Иохим видел, как грабитель подобрался к кассе, как открыл ключом ящичек и выгреб оттуда все деньги. 9Затем злодей запер ящичек и начал складывать в мешок продукты. 9Он сунул туда сыр и пачку овсяных хлопьев. 9Снял с крюка под потолком круг колбасы 1У Иохима теперь было достаточно улик, изобличающих грабителя. 9С быстротой молнии он сунул руку в дырку, схватил лассо и метнул его через всю комнату. 9Петля пролетела лишь в нескольких миллиметрах от злодея. 9Вор, подхватив мешок, кинулся к окну. 9Раздался удар, со звоном посыпались стекла. 9Минутой спустя в окно выскочил Иохим. 9Он видел, как преступник убегал через сад по направлению к Малой улице. 9Детектив крикнул Гведону, и тот присоединился к погоне. 9Впереди бежал одетый в черный ограбитель, за ним, селедочная бочка, а чуть позади, куст сирени. 9Преступник бежал тяжело, и Иохим был уверен, что скоро догонят его. 9Но вдруг вор яркнул в сторону и скрылся в узком переулке. 9А переулок этот был настолько узок, что некоторые жители Елса, те, у которых было брюшко, предпочитали обходить его стороной, 9чтобы не застрять между стенами. 9Разбойник кое-как пролез, а вот, бочка из-под селедки, засела основательно. 2Иохим догадался наконец выскочить из нее, и теперь бежать ему было гораздо легче. 9Но преступник выиграл много времени и мчался уже по большой улице. 9Когда же Иохим вот-вот должен был его настичь, вор нырнул в крученный переулок. 9Это был такой извилистый переулок, что он сам с собой несколько раз перекрещивался. 9Говорили, что в его изгибах можно было наткнуться на самого себя. 9Погоня продолжалась. 9У Иохима от бега по этому переулку закружилась голова. 0Ему казалось, что дома крутятся вокруг него, как на карусели. 9Гвидону стало плохо, он опустился на край тротуара. 1Разбойник тоже, видимо, ошалел от бесконечных поворотов и в конце концов опять выскочил на улицу Большую. 9Следом за ним свернул и детектив. 9Иохим увидел, что преступник бежал сначала прямо, а потом махнул в переулок Тихий. 2Там всегда была такая тишина, что даже еле слышный шепот звучал, как громкий крик. 9Теперь между стенами домов гремело эхо, вор и детектив припустили по переулку во все лопатки. 9Иохим напряг все силы, и расстояние между ним и преследуемым стало понемногу сокращаться. 9Они пробегали как раз мимо кинотеатра, когда злодей вдруг бросился к вращающейся двери и скрылся в темном зале. 5Глава 12 9Иохим Лис кинулся за преступником во тьму кинозала, который был набит зрителями до отказа. 9Большинство смотрело фильм с интересом, но коекта и дремал. 9С правой стороны последнего ряда доносилось легкое похрапывание, вне всякого сомнения это был Тим Енот. 9Иохим озаботило только одно, как бы не упустить из вида преступника. 2То есть он заботился об этом до тех пор, пока не разобрался, что происходит на экране. 9Детектив плюхнулся в свободное кресло и уже не спускал с экрана глаз. 1Но наконец-то фильм окончился. 4Зажгли свет, зрители стали продвигаться к выходу. 1За те несколько минут, что продолжался фильм, Иохим совершенно забыл о погоне. 9Теперь он быстро огляделся и понял, что грабителей среди выходящих из кино нет. 9Наверно, он только пробежал через зал и улизнул через запасной выход. 9Перед кинотеатром преступника не было тоже. 2Ну, конечно, ведь не стал бы он ждать, пока его схватят. 9Бормоча о проклятии в собственный адрес, Иохим пошел по Малой улице к лавке Бонифаци и Барсука. 9Если бы у этого грабителя была хоть капля здравого смысла, он непременно остался бы в зале, чтобы посмотреть такого. 9Только увлекательный фильм! 9Размышлял Иохим. 9Семейство барсуков шныряло по дому в ночных рубашках. 9Все проснулись, когда грабитель выскочил в окно. 9Наверху лестницы стояли держась за руки Линус и Лина. 9Немножечко испуганные, но полное любопытство. 9Я совершенно разорен! 9- причитал Бонифаций. 9Иохим устал не по себе. 9Но вспомнив, что говорилось в заочном курсе частных детективов, он почувствовал себя увереннее. 9А говорилось там вот что,:"В конце концов всякий преступник совершает какую-нибудь ошибку, которая его непременно разблочит. 9Преступлений без ошибки не существует. 9- Теперь уже и вся выручка из кассы! 9- стонал Бонифаций. 9- Хуже всего, что исчезли ключи от несгораемого шкафа. 9Они были в кассе. 9Вам следует знать, господин Лис, что в этом несгораемом шкафу хранятся сокровища. 1Брошки с прелестными голубыми камушками, булавки к галстуку из почти настоящего золота. 9- Идите спать, – решительно проговорил детектив. 9- У меня есть предчувствие, что тайна скоро разрешится. 9Он проследил, чтобы все легли в постель. 9И, прикрыв одеялом Барсучат, вернулся к себе домой. 5По давней привычке он заглянул в висящий на сосне перед домом ящик для писем газет. 9Обычно он бывал пустым, но сегодня... 1И Ахим извлек из него маленький розовенький конвертик. 2Всякий был бы приятно удивлен, получив неожиданно розовое письмецо. 9Уголки губы Ахима растянулись до самых ушей. 9Он вошел в дом и вскрыл письмо. 5Когда же он кончил читать, схватился за голову и завопил, 9- Ай-яй-яй, конца не будет этим несчастьем! 9Затем он сел в кресло для гостей и вскоре заснул. 9ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 9Утром он еще раз перечитал розовое письмецо 9- Милый Ахим! 9Постарайся быть дома, потому что утром я приеду! 9Сердечные поздравления от тетки Амалии! 9Детектив вздохнул, отложил письмо. 9Тетка Амалии порой бывала одной из милейших на свете теток. 9Но в следующее же мгновение она могла оказаться чрезвычайно сердитой или даже разгневанной. 9Дважды в год она навещала Иохима и оставалась у него на неделю. 9В каждый свой приезд она приносила ему в подарок горшочек с кактусом. 9Она убедила себя, что Иохим безумно любит комнатные растения в горшочках. 9Со временем у него в доме набралось столько кактусов, что они уже не умещались на подоконнике. 9Несколько горшков Иохим вынужден был поставить в кладовке, несколько, под кровать, а один кактус держал на печке. 9Кроме того, тетка Амалии была одной из самых глухих теток на свете. 9Правда, не так давно она завела себе слуховой рожок и с тех пор стала слышать лучше. 9Но это случалось лишь тогда, когда она желала воспользоваться своим рожком. 1И вдруг в глаза Иохиму бросилась маленькая записка, приколотая к столу кнопкой. 9На ней было написано, 9Кто шпионит и вмешивается не в свои дела, тот плохо кончит, свистящий Икс. 9Детектив почувствовал, что ноги у него подгибаются. 5Свистящий Икс, самый опасный преступник на всем свете. 9Иохиму вспомнилось, что он читал в газетах об этом разбойнике. 9Никто и никогда его не видел. 9Не было ни замка, ни засова, которые бы не открылись, когда являлся Свистящий Икс. 9И он не оставлял никаких следов. 9Всегда только на месте преступления появлялся маленький, знак Икс. 9Знак, который поразительно был похож на злорадного паучка. 9Но на протяжении последних лет в газетах не сообщалось ни слова о Свистящем Иксе. 9Все предполагали, что он уехал навсегда или попросту его нет в живых. 9Поэтому не было ничего удивительного, что в связи с кражами в Елс и никому и в голову не пришло подумать о Свистящем Иксе. 9Стой с открыткой в руке, Иохим дрожал всем телом. 9Этот самый ужасный изо всех преступников прославился также своей беспощадностью. 9Кто-то постучался в дверь. 9Лис сразу догадался, что прибыла тетка Амалия. 9Она всегда стучалась ручкой зонтика. 9Теперь она стояла на пороге и, улыбаясь, говорила, ну вот, я снова здесь, милый Иохим. 9В одной руке у нее был слуховой рожок, похожий на большую лейку. 9В другой, сумка и зонтик. 9Она никогда не решалась выйти из дома без зонтика. 9Если погода была хорошая, зонтик можно было употребить для тысячи других дел, например, для того, чтобы стучать в дверь. 9На голове тетки Амалии была шляпа, потрясающе похожая на кактус. 9- А у меня для тебя небольшой сюрприз, – продолжала она, извлекая из сумки пакет. 9- Ты так любишь комнатные растения. 9Иохим поблагодарил, открыл пакет и поставил на письменный стол очередной кактус. 9Он хотел было спросить, как тетушка себя чувствует, но не успел рта раскрыть, потому что тетку Амалию вдруг словно прорвало, 9- Что с тобой, Иохим, ты случайно не бледен? 9Ты такой бледный! 9Скорей говори, что с тобой творится! 9- Ничего, милая тетя, – сказал Иохим. 1Но он ощущал, что и впрямь его немножко трясет, а подумав о письме с угрозами, добавил, – ты права, мне чуть-чуть нездоровиться, 5только не выкручивайся, Иохим, – предупредила тетка Амалия. 8- Немедленно в постель. 8Старая тетка прекрасно видит, что с тобой делается. 9Протесты детектива ни к чему не привели. 9Он мигом оказался в постели. 9- Лежи спокойно, а я тебе приготовлю горячее питье, кипяток с медом! – сказала Амалия и стала возиться у плиты. 2Иохим лежал, ерзая и ворочаясь. 8Тетка Амалия могла ему очень навредить, раз начала свое врачевание. 9И это теперь, когда у него столько работы. 1Только бы Гведон засветло явился домой. 9Было похоже на то, что секретарь всю ночь провел в поисках. 9И вот именно тогда, когда Иохим подумал об этом, скрипнула дверь, и, Кустик, сирене переступил порог. 9- Т-с-с! – сказал Иохим, приложив палец ко рту. 9- Необыкновенно успешная ночь, – шепнул, Кустик. 9Иохим очень хотел знать, что сообщит Гведон дальше. 9Однако прежде всего он в нескольких словах рассказал секретарю о тетке. 9Потом детектив вылез из постели и, схватив одежду, вышмыгнул из окна. 9Гведон поспешил за ним по пятам. 5- Быстрей! – шепнул Иохим и побежал в лес. 9Они забрались под густую ель, где Иохим оделся. 5После этого Гведон начал рассказывать о своих новостях. 9Накануне вечером, когда гнались за преступником, Гведон, если вы помните, присел на тротуаре в извилистом переулке. 9Через минуту слабость прошла, и Гведон побежал в сторону кинотеатра. 9А там его чуть не сбил с ног преступник, который выскочил через запасной выход и направился прямо в южный лес. 6Оказавшись среди деревьев, разбойник немного сбавил темп и вскоре выбрался на тропинку. 0Примерно уже час Гведон брел по пятам преступника, когда тот вдруг внезапно исчез. 9Как сквозь землю и провалился. 9Но немного поискав, Гведон обнаружил отверстие, хорошо укрытое за раскидистой елью. 9Он сделал еще шагов двадцать и оказался перед пещерой. 9Ему показалось, что он слышит звуки трех голосов, которые доносились из глубины пещеры. 9Затем он повернул домой, но на обратном пути почувствовал себя до того измученным, что лег под дерево и заснул. 9- Я тоже сделал одно открытие, – потер руки Иохим. 9- Мне удалось узнать, кто такой этот таинственный разбойник. 9- Кто? – встрепенулся Гведон. 1- Спокойно. 7Считай до трех. 9- Не могу! 9- Свистящий Икс! – воскликнул Иохим. 9- Свистящий Икс! 9Это совершенно невозможно! 9- Но мы не позволим ему запугать нас, – заявил Иохим. 9И рассказал о том, как они будут теперь действовать. 9Глава 14 1Уже через несколько минут в доме Бонифации Барсука началась подготовка к хитроумной операции. 5Мадам Барсучиха разыскала на чердаке кучи старой одежды. 5Гведон натянул на себя лохмотья, в которых легко мог сойти за обыкновенного бродягу. 9На ногах его красовались совершенно развалившиеся сандалеты, а пиджак и штаны были драны и в пятнах. 9На голову он натянул мятую поношенную кепку. 9Теперь уже невозможно было узнать в нем всегда аккуратного и чистенького Гведона горностая. 9Хорош был и дипломированный детектив Иохим Лис. 9На одну ногу он напялил дырявую калошу, на другую – ящичек из-под сигар. 9Зеленые брюки и пиджак были испещрены лотками всевозможных расцветок. 9А на голову он нахлобучил шляпу, позаимствованную у огородного пугала. 9- Ну, вот мы и готовы, – сказал Иохим, прихорашиваясь перед зеркалом. 8- Только бы ничего не случилось, – дрожащим голосом проговорила мадам Барсучиха. 9Лина и Линус о чем-то шептались в уголке. 8Вид у них был весьма таинственный. 9А еще через пятнадцать минут можно было увидеть двух бродяг, удаляющихся из города в сторону южного леса. 9План Иохима отличался смелостью и простотой, детективы приходят в пещеру к грабителям и нанимаются их помощниками. 0Это не должно вызвать никаких подозрений. 1Чего уж тут такого. 5Бродяги хотят немножко подработать, вот и все. 0Примерно в полдень Иохим и Гведон стояли у входа в пещеру. 5После минутного колебания Иохим твердо заявил, 9- Все будет хорошо, если только мы убедительно сыграем свои роли. 9Он проверил, по-прежнему ли лассо лежит на своем месте, под пиджаком. 9У Гведона тоже было спрятано маленькое лассо. 9Затем два детектива нырнули за густую елку. 9Сперва они попали в темный коридор, который вывел их к большому гроту, освещенному восковой свечкой. 9Вокруг огонька сидели на ящиках три разбойника. 9Они мигом вскочили, услышав шаги в коридоре. 5- Что вам тут надо? 9- Грозно рявкнул один из разбойников. 9Это был. 9Куэк-Потрошитель. 9Рядом с ним стояли два чужестранца, полосатые шакалы. 9Иохим сразу узнал в них заезжих разбойников международного класса. 9Он где-то читал об их дерзком побеге из тюрьмы и о том, что этих шакалов разыскивает полиция всех стран. 9На лицах у всех троих были черные маски. 9- Да вот ищем какую-нибудь работенку, – сказал Иохим. 9- Мы временно оказались не у дел. 9- Невероятно, но факт, – добавил Гведон грубым голосом. 9- Ррр-вр-р, – заворчал Клык-Потрошитель, угрожающе надвигаясь. 9Он оглядел двух бродяг крайне подозрительным взором. 9- Не беспокойтесь. 2Мы разбойничьи ему делу хорошо обученные, – заверил Иохим. 9Обойдя два раза кругом, волк вроде бы проникся доверием. 9К бродяжьям и наряду детективов нельзя было придраться, а ведь по одежде встречают. 9- Вообще-то нам нужна еще пара разбойничков, – произнес Клык-Потрошитель, – но только не воображайте, что прямо так, сходу, 8вас примут в шайку. 2Сначала Шев к вам приглядится, а потом вы будете проходить проверку. 9Иохим хотел получше рассмотреть пещеру, но из этого ничего не вышло. 1Как только он делал шаг, за спиной его оказывался один из бдительных разбойников. 4- Перекинемся в картишки, – предложил Клык-Потрошитель, потряхивая колодой карт. 9- Играем в… Черного Питера. 9Детективы вынуждены были присоединиться. 1Волк мастерской рукой опытного шулера раздал карты. 9Но вся колода была настолько черна, что приходилось дьявольски напрягать зрение, чтобы разглядеть, что же именно ты вытянул, трубочиста, 5пекарей или самого Черного Питера. 9Язычок пламени освещал маски разбойников, склонившихся над картами. 9Изредка кто-нибудь произносил крепкое словечко. 9Но вот настала очередь Иохима тащить карту у шакала, сидящего от него по левую руку. 9Вытянулись сразу две карты. 9Иохим и в мыслях ничего такого не имел, просто они слеплись от грязи. 9Шакал бросил карты и закричал, ах ты, жулик! 9Да знаешь ли ты, с кем сел играть? 9- Я сразу понял, – вмешался второй полосатый шакал, – что этим типчикам доверять нельзя. 8В клетку их! 0Не успев и глазом моргнуть, Иохим с Гвидоном очутились в запертой клетке в темном углу пещеры мало того, разбойники крепко-накрепко связали их по рукам и ногам. 0ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 1М да, ну и влипли же мы, – заметил Иохим. 0- Невероятно, но факт, – подтвердил Гвидон Атрос разбойников продолжали игру. 8Вдруг они вскочили, как будто их ужалила оса воцарилась полная тишина. 0Только пламя воскового огарка беспокойно вздрагивало. 9В узком проходе, ведущем в пещеру, послышались чьи-то осторожные шаги. 1Это приближался шеф. 9Свистящий Икс медленно выступал из мрака. 1Иохим и Гвидон затаили дыхание. 9Они узнали таинственную личность в черной пелерине. 9Кепка была надвинута почти на самые глаза. 9Лицо прикрывала маска. 9Ну, конечно, это был тот преступник, за которым они вчера гнались через весь город. 9- Все в порядке? – тихо спросил свистящий Икс. 9- В порядке, шеф, – отозвался клык-потрошитель. 8- Мы посадили в клетку двух сомнительных типов. 9Они уверяли, что ищут работу. 9Но нам они сразу показались подозрительными. 9Мошенничали в игре, а прикидываются невинными младенцами. 9Шеф неспеша подошел к клетке, взглянул на… бродяг, затем вернулся к группе, собравшейся вокруг свечи. 9Разбойники начали обсуждать свои планы на ночь. 9Свистящий Икс говорил тихо. 9И Ахим и Гведон не смогли разобрать ни одного слова. 1Однако голос главаря показался Иахиму знакомым. 8Где-то он уже слышал его. 9Вот только, где? 6Шеф говорил шепеляво, с присвистом и голос у него был пренеприятный. 9Но вот бандиты стали говорить громче, и хитроумный лист навострел уши. 5Теперь ему уже было все известно о намерениях воровской шайки. 0Этой ночью они собирались совершить новый грабеж. 9Свистящий Икс сообщил, что достал ключи от несгораемого шкафа. 9Настал черед освободить этот шкаф от всего того, что там содержалось. 6И Ахим пытался незаметно перетереть веревку, которой он был связан. 2- Ровно в пять я буду там, где всегда, – закончил Свистящий Икс. 9- Нападение тоже в обычное время. 9- И, обращаясь к Волку, он добавил, – ты отправишься со мной и подождешь на опушке леса у дома. 9Это на тот случай, если случится что-нибудь непредвиденное. 1- А вы, – он посмотрел в сторону шакалов, – останетесь десяти речпленных. 9Два разбойника исчезли в узком коридоре. 9И Ахим и Гведон теребили свои веревки. 4- Свистящий Икс сказал, что нападение произойдет в обычное время, думал Ахим. 1- Неужели это произойдет в без двадцати одиннадцать? 9Детективы вспотели от усилий, но все было тщетным, веревки лишь еще глубже впивались в руки и ноги. 9А разбойники вновь принялись играть в «Черного Питера». 9Вдруг в узком проходе вновь послышались шаги. 9Через несколько минут чья-то фигура вынырнула на свет. 9И Ахим и Гведон вскрикнули от изумления. 9Это была тетка Амалия. 9В одной руке она держала зонтик, а в другой – гигантский слуховой рожок. 2Сразу видно было, что тетка находилась в прескверном настроении. 9Сейчас она несомненно была самой разгневанной теткой на всем белом свете. 9Она прошипела, что вы сделали с моим племянником? 9- А, эта старая карга приходится теткой одному из этих жуликов, – проговорил полосатый шакал. 9- В клетку ее! – воскликнул его приятель. 9Но, прежде чем они успели двинуться с места, тетка Амалия приступила к действиям. 9Зонтик ее взметнулся в воздух, и один разбойник сразу упал наземь. 9В ту же минуту второй получил удар слуховым рожком. 9Только теперь тетка Амалия заметила клетку. 9Она подошла к ней быстрыми шагами, пившись яростным взором у Ахима, крикнула, 9- Хотела бы я знать, разве так следует обращаться со старой теткой? 9Взрослый мужчина, а убегает с постели, хотя и болен. 9Именно тогда, когда я ему приготовила кипяток с медом. 9- Может, ты нас все-таки освободишь? – сказал Ахим, когда тетка несколько постыла. 9Но он сразу же понял, что просьба его была бессмысленна, потому что тетка Амалия ничего не слышит, пока не приставит рожок к уху. 9А еще он заметил, что один из разбойников очнулся и, схватив веревку, висевшую на стене пещеры, начал подкрадываться к тетке Амалии. 9Детективы закричали изо всех сил, но напрасно, тетка Амалия ничего не услышала. 9Минуты спустя она была побеждена и связана по рукам и ногам. 9Затем ее бросили в клетку. 9Глава 16 1Был уже одиннадцатый час. 9Два шакала все еще резались в карты. 9Восковая свечка бросала призрачный свет на их разбойничьей маске. 9И Ахим обливался холодным потом, когда глядел на будильник, висящий на стене пещеры. 9Пройдет еще самое больше полчаса, и несгораемый шкаф банифация будет очищен окончательно и бесповоротно. 9И тут внезапно удивительный звук проник в пещеру. 9Детектив и его секретарь насторожились. 9Замерли на месте и оба разбойника. 9Только тетка Амалия ничего не слышала без своего рожка. 9Странный звук повторился. 9Он напоминал крик совы, но не совсем. 9Все сидели в тишине и размышляли, какой же именно зверя или птица может издавать подобные звуки? 9Один из шакалов даже вышел, чтобы посмотреть на таинственное существо. 9Удивительный звук все еще доносился, но более глухо, как бы издалека. 9Не выдержал и второй разбойник и тоже пошел взглянуть на диковинного зверя. 9Обоих шакалов довольно долго не было, а восковой огарок уже угасал. 9Вдруг детективы услышали крадущиеся шаги. 9И кто же появился? 9Подумать только, это был маленький линус-барсук. 9Он быстро подбежал к клетке. 9Вынул перочинный ножик и через решетку перерезал веревки, которыми был связан Ахим. 9Потом и Ахим взял ножик и освободил остальных. 9Линус вытащил из рукава напильник и подал его Гведону. 9- Возьмите, а я поищу ключи. 9Но найти ключи не удалось, бандиты носили их при себе. 9Теперь нужно было как можно скорее перепилить замок. 9Гведон работал с быстротой вихри, железные опилки так летели с-под напильника. 9Когда же Гведон устал, его сменил Ахим. 9Наконец замок поддался и узники вырвались из клетки. 9В ту же самую минуту в пещеру вернулись разбойники. 0Но когда уже казалось, что все потеряно, внезапно погасла свечка. 9И Ахим что было сил крикнул:"Вперед! 0Бегом!" 9На этот раз услышала даже тетка Амалия. 9Пленники бросились к выходу, что совершенно ошеломило бандитов, и, выбравшись из пещеры, скрылись в лесу. 9И Ахим и маленький барсук бежали рядом, и по дороге Линус рассказывал, как он и Лина выманили полосатых шакалов в поле. 1Оказывается, брат и сестренка пошли по пятам за детективами, когда те, переодетые бродягами, отправились в пещеру. 9Барсучата спрятались неподалеку от входа в пещеру и, сообразив, что И Ахим и Гведон попали в плен, стали размышляться. 9Как бы выманить разбойников из пещеры. 9Лине и пришла в голову мысль издавать вот эти самые удивительные крики. 9Когда шакалы вышли, Лина начала отходить все глубже в лес. 9Разбойники, охваченные любопытством, двинулись за ней, а в это время Линусу удалось проскользнуть в пещеру. 9Теперь Лина, должно быть, уже на пути к дому. 9- Вы действовали отважно! 9- Похвалил барсучата И Ахим. 9- Ну, а сейчас успех дела зависит от быстроты! 9- И он помчался с такой скоростью, что от него тут же все отстали. 9Но когда И Ахим достиг лавки банифации барсука, свистящий Икс его увидел. 9Преступник сделал то же самое, что накануне, выскочил в окно, только осколки стекла посыпались со звоном. 9Детектив заметил, что на спине у беглеца болтался туго набитый мешок. 1Стало быть, И Ахим уже опоздал. 9В два прыжка он одолел ступеньки, ведущие в квартиру барсуков. 9Банифаци и мадам Бебианна бестолково топтались на месте и никак не могли прийти в себя после сна. 8И Ахим в нескольких словах объяснил им, что произошло. 5- Сейчас я начну преследование грабителя, а вы, господин барсук, побежите вслед за мной с подкреплением. 9Я прошу вас собрать как можно больше народу. 9Гведон покажет дорогу. 9И детектив сбежал с лестницы. 9Глава 17 9Когда Гведон, Линус и тетка Амалия добрались до города, они наткнулись на большую толпу. 9Были в ней старый часовщик Тимьян и три его подмастерья, был кузин Амвроси, насвистывающий грустную мелодию, и, наконец, 9портной Иглъеж со своими шестьюдесятью тремя родичами. 9Как раз так получилось, что Иглъеж отмечал свой день рождения, и родичи прибыли к нему изо всех концов страны. 9Бонифаци и барсук и мадам барсучиха стояли во главе этой толпы. 9Здесь же была и Лина, которая только что потихоньку выбралась из леса. 9Гведон горнастая принял командование военными силами и теперь вышагивал впереди, размахивая тросточкой с серебряным набалдашником, 9будто маршальским жезлом. 9Рядом с ним шел Линус. 1За ним, четыре енота и Иглъеж с шестьюдесятью тремя родичами. 9Замыкали шествие Бонифаци, мадам Бибиану барсучиха и малютка Лина. 9В лесу было темновато, но Гведон уже отлично знал дорогу, и войско продвигалось без задержек. 9Некоторые ежи даже поговаривали, что идут уж слишком резво, им было тяжело идти, потому что они объелись именинным тортом. 9У входа в пещеру всех встретил Иохим. 9Он взобрался на утес и сказал, 9- Преступники засели внутри. 9Но с такой грозной силой, как у нас, можно ворваться туда и одолеть их. 9В пещеру пойдут со мной Гведон-Гарнастай, Кузин Амвроси, Тиминат и трое его подмастерьев, Бонифаци и Барсук и половина ежей. 0Мадам Барсучиха, тетка Амалия и дети останутся здесь. 9- Я тоже хочу с вами, – сказала тетка Амалия, грозно взмахнув зонтиком. 9- Да, да, – ответил Иохим, зная наперед, что протестовать не имеет смысла. 8И продолжал, – Не исключено, что разбойники попытаются улизнуть из пещеры, как только мы туда ворвемся. 9Чтобы помешать этому, Игл-Еж и другая половина ежей соорудят колючее заграждение перед входом. 9Хотел бы я видеть бандита, который прорвется сквозь такое заграждение. 9Крадучись, Иохим и Гведон подползли к отверстию пещеры. 8Оттуда не доносилось ни звука. 1Но когда Иохим всунул голову в коридор, пробитый в скале, то получил такой удар по макушке, что тут же, кувыркнувшись, упал на землю. 9То же случилось и с Гведоном, который шел вслед за ним. 1Разбойники поставили в коридоре охрану, и когда кто-нибудь пробовал сунуть туда голову, градом сыпались удары. 9В конце концов Иохиму пришлось отвести назад свои грозные силы. 9Он оставил только колючий заслон из ежей, чтобы преступники не имели возможности выбраться из грота. 8Затем был созван срочный военный совет. 9Гведон взмахнул своей серебряной тросточкой, 1- У меня есть интересная мысль. 1Я пойду в разведку. 9Никто не возражает? 9- Сделай одолжение! 9- сказал Иохим. 5- Но помни, что ты непременно должен вернуться через час. 9Ибо случается, что разбойник, стоящий на часах, засыпает. 9По крайней мере такое описывалось в лекциях Зачного курса частных детективов. 9Глава 18 9Верный секретарь Иохима сбегал на другую сторону холма, но не обнаружил ничего достойного внимания. 9Он уже собирался было вернуться, как вдруг оступился на крутом склоне. 9Съехав вниз, он увидел, что оказался у отверстия, которое было тщательно замаскировано ветками. 9Гведон шмыгнул в обнаруженную дыру. 9Коридор, обитый в скале, несколько раз менял направление, но все же Гведон заметил впереди неяркий свет. 9Когда он еще приблизился, увидел мигающее пламя восковой свечи, поставленные на ящик. 9Тут же он приметил и двух разбойников, которые по горло были заняты какой-то работой. 9Чуть поодаль стоял третий бандит и приглядывал за теми двумя. 9Стало быть Гведон наткнулся на запасной выход из грота. 8Но прежде чем вернуться к своим, он еще продвинулся вперед, чтобы увидеть, что там делают разбойники. 6Вскоре он убедился, что они паковали свои мешки и чемоданы. 9А тот, который только стоял и смотрел на всю эту суматоху, был сам Свистящий Икс. 0Вот он нетерпеливо сказал:"Когда вы, наконец, упакуетесь? 9Через десять минут мы должны убраться отсюда. 9Они могут в любой момент найти запасной выход, и тогда мы окажемся в ловушке". 9Гведон с быстротой вихря помчался назад к Иохиму и рассказал о своем открытии. 9- Превосходно! 0- воскликнул Иохим, и тут же стал излагать свой план. 0- Гведон и я подкрадемся к бандитам с тыла и схватим их с помощью лосо. 9Бонифаций, Барсук и Тимьяноц со своими подмастерьями пойдут с нами как подкрепление. 9А Кузин Амбрасей и все остальные совершат так называемую обманную атаку на основный вход в пещеру. 9Вы должны ж уметь и кричать, чтобы отвлечь на себя внимание разбойников. 9Гведон тут же повел небольшую группу к запасному выходу. 9Бесшумно, шаг за шагом, все приближались к огоньку. 5Зато у другого выхода вскоре послышался страшный визг. 9Это Кузин Амбрасей вместе с ежами разыгрывал обманную атаку. 9В свете огонька видны были три разбойника. 9Все их внимание теперь было приковано к главному входу. 9Иохим дал знак Гведону, чтобы тот приготовился. 9И вот петля брошенного лосо свистнула в воздухе. 9На сей раз Иохим прицелился отлично. 9Когда он затягивал петлю, в ней барахтались два разбойника. 9Гведон поймал только одного, но это был сам свистящий Икс. 4Четвертому грабителю, тому, который стоял на страже в узком коридоре, удалось выбраться наружу. 9Правда, он проник только до колючего ограждения, устроенного ежами, и вынужден был отступить. 9Хромая, он вернулся и сдался в плен. 9Разбойники были связаны и посажены в клетку. 9Вместо распиленного замка Иохим повесил новый, который достал из своего бездонного кармана. 9Глава 19 9Минутой позже все собрались в пещере. 9Тим-енот, как только сел, тотчас же заснул. 9Тетка Амалия проверяла состояние своего зонтика, пострадавшего во время сражения. 9Иохим и Гвидон все еще были в бродяжьих костюмах, Лис протер свое огромное увеличительное стекло обтрепанным рукавом и, обращаясь к запертым в клетке, 9сказал, ну, господа хорошие, пора показать свои лица. 9А так как злодеи были связаны по рукам и ногам, ему самому пришлось войти в клетку и снимать с них маски. 9И вот дошла очередь до свистящего Икса. 9Иохим резким движением сорвал с преступника маску. 4Все ахнули от изумления. 1Под маской свистящего Икса скрывался не кто иной, как... Ромуальд рос и маха. 1Он был теперь еще годливее, чем обычно. 2Иохим еще раз протер увеличительное стекло, а потом начал рассказывать:" Уже первая встреча с этим господином в доме почтенных барсуков произвела на меня крайне 9неприятное впечатление. 9Но белоснежный крахмальный воротничок и образцово завязанный галстук сбили меня с толку. 5Преступника совершенно невозможно было отличить от обычного чиновника королевского управления по учету сосновых иголок. 9Все согласно кивнули. 9- Теперь-то вы понимаете, как могли произойти взломы, совершенные без единого следа? 5Свистящий Икс все это время жил у господина барсука, на мансарде. 9Ему стоило только подкараулить вечером момент, когда уважаемое семейство пойдет спать. 5А затем он мог беспрепятственно передвигаться по дому. 9Воровскую добычу он забирал на мансарду, а рано утром в портфеле уносил в пещеру. 0Каждое утро мы видели его идущим на службу. 9- Потрясающе ловко! 3- Вставил Гвидон. 9- Уже когда я получил это письмецо, – продолжал Иохим, показывая грозное послание свистящего Икса, – я заподозрил, что у Ромуальда Россомахи есть кое-что общее сны и опаснейшим преступником. 9В самом деле, любой мог заметить, что он произносит, эс, с присвистом. 9Ну что ж, тогда эта мысль показалась мне чересчур удивительной, чтобы в нее поверить. 9Но когда же мы с Гвидоном, сидя в клетке, услышали его голос, я все понял. 9А теперь посмотрим, что находится в чемоданах грабителя. 9- И он открыл первый чемодан. 9Все увидели, как детектив достал оттуда банку малинового варенья. 9Потом другую. 9В конце концов все десять банок стояли рядышком. 9Последняя банка была наполовину пуста. 9- Мое варенье! – воскликнула сияющая мадам Барсучиха. 9Иохим открыл второй чемодан. 1Он извлек оттуда два круга колбасы, три окорока, а напоследок, головку сыра. 9Все могли убедиться в том, что это был настоящий швейцарский сыр. 9- Мой швейцарский сырочек! – обрадовался господин Барсук, нежно прижимая сыр к груди. 9Иохим раскрыл третий чемодан. 9Он был набит брошками с голубыми камушками, булавками для галстуков из почти чистого золота, хрустальными перстеньками. 9Последний чемодан был настолько мал, что меньше и вообразить. 9Нельзя! 9Когда Иохим поднимал крышку, из чемоданчика выскочил котенок. 9- Глядите, глядите, это же Кэти! – закричали Барсучата. 9- Да, трудный был вечерок, – сказал Бонифаци, – и я думаю, что неплохо бы нам закусить вечинкой, колбасой и сыром. 9Приглашение было принято всеми охотно. 9Из пустых ящиков сделали стол, и все с аппетитом набросились на еду. 9- Необыкновенно вкусная колбаса, – заметил Гвидон Горностай, отрезая себе еще толстый ломтик. 9- А как вы находитесь сыр? – спросил Бонифаци Барсук. 9- Изумительный, преотличный, – отозвался Иохим, а тетка Амэлия в подтверждение его слов кивнула головой. 9После пира через южный лес двинулась необычайная процессия. 9Впереди шли четыре разбойника. 9Они были крепко связаны, и их бдительно охраняли. 9Особенно свистящего Икса. 9Опаснейший в мире преступник был обезврежен. 9И сделал это Иохим Лис, дипломированный детектив. 10Опаснейший в мире